Всем доброго дня! Только в своем видео я проговорила, что у нас выпал снежок и уже постоянный, но вы посмотрите, все растаяло и сейчас за окном, вот видите, капает, идет сильнейший дождь, как и целый день вчера, позавчера, из-за этого именно растаял снег. Я думаю, что уже газон всходит, у меня на Иве, я показывала в телеграм-канале сегодня, что набухли даже почки, и я не удивлюсь, если начнут сходить пионы, у кого-то посаженный чеснок, но осень, конечно, у нас такая затяжная, как-то так интересно, хоть и осень, да, казалось бы, но в нашем регионе должен быть уже лежать обязательно хороший слой снега. На сегодня его еще нет. Ну, а я просто хочу немножко показать своих растений, пока чем сейчас, да, заниматься, только лишь на них любоваться. Так, давайте вот начну сразу же с верхнего стеллажа. Остики. Впервые я их сохраняю, в смысле, что вот мне удалось, да, начеренковать несколько штучек. Я, если честно, даже не знаю, какие у меня здесь сорта. Я просто-напросто снимала с каждого сорта, какой у меня есть, по несколько штучек и укореняла, то есть пробовала, чтобы они дали корни. И потом у меня что-то укоренилось, что-то не укоренилось. Мне уже главное было, знаете, неважно, что за сорт, я просто хотела, чтобы хоть что-то, да, сохранилось. И вот на данный момент, видите, у меня сколько стаканчиков. Возможно, даже здесь, может быть, они все одинаковые, но я смотрю, что по листочкам они разные. Так что буду пробовать. В общем, посмотрю, как в зимний период они сохранятся. Конечно, можно, в принципе, их продолжать приумножать, то есть вот молоденький сейчас прирост, да, он появляется. Можно, в принципе, снова пробовать их черенковать, но я, наверное, это буду делать вместе со всеми остальными цветочками, когда приступлю к черенкованию, к размножению. Сейчас пока, ну, пусть они прирастут в 200-миллилитровом стаканчике. Смотрю, что корешки тоже есть такие, в принципе, неплохие. И, слава богу, даже никакую перевалку пока еще не делала. Дальше вот хочу показать, что с Москвы, когда я ездила в Москву, мне очень понравилось, что там все магазины украшены были вот такими зелеными культурами. Я не знаю, что это за растение, такая плотная у него листва, наподобие, знаете, вот как бы плектрантуса, да, то есть это зелень, но она так хорошо ампелится, она так хорошо кустится, и я вот именно что хочу их размножить, чтобы украсить свои два балкона для будущего сезона. То есть на балконах у меня прям будет лидировать зелень. Так, ну и дальше у меня здесь мои колиусы. Это все вегетативные колиусы, вот видите, даже цветут. Я вот цветушность убираю. Оставила каждого сорта по 2-3 черенка. В принципе, для зимнего сохранения этого достаточно. К колиусы у меня чисто для себя, поэтому, видите, у меня их тут совсем немножко. У нас, например, в регионе на колиусы нет такого прям огромного спроса. То есть, если кто чисто для себя выращивает, у тех уже неплохая коллекция насобиралась. Так что у меня здесь есть как и крупномеры, да, вот этот вот такой и вот такой, так и мелколистные, то есть они такие шапочкой. Ампельные сорта есть несколько штучек. Простая вот эта гуава, вроде бы, да, вот с которой крапивки все и началось. Видите, тоже вот зачаток бутончика, я так вот их убираю. Мне кажется, они просто силы тратят на цветение. Но, тем не менее, мне очень нравится вот эта расцветка гуава. Видите, хорошая, когда лампа, они не теряют свой окрас. Но если, например, у вас колиус потерял окрас, ничего страшного. В зимний период это норма. Если вот нижние листочки опадают, тоже, в принципе, это ничего страшного. Это норма. Главное самое это сохранить колиус. Так, вот по поводу новых сортов, те, что я привезла с выставки. Вы знаете, что-то вот они у меня так хорошо дали корневую систему, я их пересадила. Но вот единственный, единственный колиус, который у меня выжил. Ну, вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу на него. Остальные, ну, я грешу, конечно, да, на грибного комарика, потому что очень много я повыкидывала растений. И, как показала практика, это все-таки проделки грибного комарика. Потому что он заселяется, откладывает личинки, личинки питаются молоденькими только что, соответственно, да, выращенными, показавшимися корешками. И растение увядает, чахнет, гибнет и покидает. Мы не знаем, думаем, господи, ну что же это такое? Хорошая, здоровая корневая система была. И тут же, то есть, вот у меня, получается, я потеряла новые молодые колиусы, я потеряла новые молодые фуксии. И вот только в чате, да, в телеграмме, хорошо вот Оксана показала, то есть, вот калибрахуа, да, тоже так же. Они прям вот, они вот эти черви, они сгрызают не только корни, они подкрадываются и здесь вот съедают молодые только что вот зелень, да, вот эту молоденькую. Поэтому листочек выходит такой какой-то покоряженный, покорявый. То есть, вот не надо думать на то, что грибной комарик, он не вредит ничего подобного. Он вредит, он еще как вредит, поэтому борьба с ним должна вестись в течение, на протяжении всего сезона. То есть, вот какие есть способы, к каким привыкли, те и используйте, да, пользуйтесь. Дальше у меня здесь вот вновь прибывшие черенки пеларгонии плющи-листной, затем там, которые я сама укореняла. Вроде бы тоже как бы что-то и, ну, живет, приживается, дает корешки, что-то как-то и капризничает. Ну, в общем, потихоньку-полегоньку живут и очень даже и хорошо. Тут цветет королевская пеларгония, я вам показывала тоже. Черенки эти новые, которые я получала по почте сагровиолы, они мне пришли. И, в принципе, я, как я, да, у меня очень много уже по этому поводу записано видео, посмотрите предыдущие, неплохой, неплохой вид, но хорошая корневая система, но очень слабый верх. То есть, вегетативная масса очень слабая. Вот, например, калибраху у меня тут осталось из всех пришедших только три, видите, растения. И вот как бы вот, в общем, как я только не пытаюсь, да, вот их выхаживать, но очень слабо. Вот, например, как раз вот сегодня перед съемкой опять убрала два стаканчика. То есть, настолько очень хлюпкая зеленая масса, что, ну, она не выживает. Почему так? К сожалению, она не выживает. Своя калибрахуа переваленная у меня, тьфу-тьфу-тьфу, это я, так, знаете, уже боюсь глазить, кустится хорошо, корешки дает. Вот, вот дальше, что получается? Седум у меня тут два сорта, которые с выставки я привезла. Здесь у меня тунбергия, кстати. Ох, ничего себе, как она пошла гулять. Тоже поначалу я думала, наверное, что-то вот это вот такое. А вот, видите, вот, листочки корявые, молоденькие, которые вот были, касались грунта. Это и есть проделки грибного комарика. То есть, объедают личинки, молоденькие листочки, которые находятся, вот, видите, находились на поверхности. Вот, то есть, это вот такой вот вредитель. Тунбергия, это у меня не семенная, поэтому я ее и сохраняю. Это вегетативная семенная, она же у нас желтеньким цветет. А это вот, я показывала цветение, она цветет таким нежно, таким, ну, в общем, хамелеончатым, больше с розова, что ли, вот таким вот цветом. И у нее намного крупнее бутончик. Вот два череночка у меня удалось сохранить. Здесь фуксии тоже, какие вот остались самые стойкие сорта из тех, что я пробовала укоренять. Ну, и слава богу, знаете, что есть, то есть. Новые плющи, хидера, что ли, да, так они называются, оказывается, как бы по-научному, по-нашему, старому, доброму. Это плющики три сорта, ну, тоже ничего, хоть фу на них. Так, ну, и вот калибрахуа, значит, показала. Так, стаканчики, видите, у меня пролитые. Вчера я давала им комплексное минеральное водорастворимое удобрение. Я в прошлый раз вам показывала, что заказала несколько продуктов Бонафорта, никогда ими не пользовалась, но очень много о них везде говорят. И самое главное, что хорошо, что можно их купить, ну, в том же фикс-прайсе. Вот такое новое для меня удобрение двойного действия. Здесь идет рост, ну, и снятие стресса. Снятие стресса, потому что здесь идут аминокислоты. Так, вот у меня два пакетика я покупала. Сейчас покажу на неоткрытом. Здесь очень хорошо, что полный комплекс макро- и микроэлементов. Есть, то есть, хорошее содержание азота, фосфора, калия, ну, а также, вот видите, кальций, медь, цинк и так далее. И оно очень экономичное. 1 грамм на 1 литр разводим, можно поливать под корень. Также им можно опрыскивать и по листу. Только что дозировку в два раза уменьшаем. А также это удобрение можно использовать и при посадке в открытом грунте в сухом виде. Тоже, что очень хорошо. То есть, оно на начальном этапе развития будет выступать как пролонгированное удобрение. Можно его, видите, использовать и для комнатных, и для садовых растений, ну, и для рассады. То есть, вот такой вот уже подрощенный в том числе. Мне понравилось, как он растворяется очень быстро. Вот я с помощью весов навешиваю сначала, конечно же, любой продукт, препарат, удобрение. Мы должны развести в небольшом количестве воды. А затем уже переливать в общую бутылку. У меня бутылки это обычно стоят. Ну, или выпрыскивать, или если опрыскивать по листу. Так что вот на днях, когда вчера я пролила именно этим удобрением, и все у меня тут сейчас пролито. Ну, и так, про дальше что говорила я, да, что еще до этого обрабатывала все от редителей. Сейчас смотрю, что листочки у новых черенков чистые. Вот единственное, что сегодня включала тоже лупу на телефоне, смотрела вот это растение. Вот видите, как-то вот оно из общей массы всех черенков вообще бросается в глаза. Тоже как-то вот, как будто вы как, не знаю, что такое, но каждый листочек с краю он подвядший. Такое, опять же, тоже бывает от нехватки элементов питания, такого как, по-моему, кальций. Так что, возможно, следующую подкормку я, скорее всего, сделаю с кальциевой селитрой. Кальций еще не давала растениям, давала железо, да, а стрессовые подкормки делала и отредителей. Поэтому, да, можно, в принципе, дать и кальций. Возможно, что-то вот ему, именно этому растению и не хватает. Видите, оно у меня тоже такое потянулось. Но остальные черенки, вот это новые, которые я получила. Так, давайте здесь желтый цвет. Ой, красный уведу сюда. В принципе, смотрите, начинают обрастать хорошо новыми бутончиками. Бутончиками и листочками. Не дают свистеть. Если сортность подтверждена, убираю. Убираю цветочки, чтобы все-таки корешки показывались и зеленая масса. Также у меня здесь перевалены свои растения, которые я сохраняла. И привозила тоже с выставки несколько сортов. Мне все-таки удалось укоренить. Очень хорошо, чему я, конечно же, очень рада. В планах, в планах вот сейчас дать все-таки укрепиться и нарастить новую хорошую вегетативную массу всем черенкам. И в декабре месяце начну уже все-таки черенковать. Вот так для подстраховки, чтобы у меня был маточный материал. То есть вот эти все сорта перечеренкую. И старые я их выброшу. Ну, потому что очень, повторюсь, такой материал хлюпенький. Самое главное, чтобы он мне дал хотя бы... Здесь у меня по одному сорту каждого стаканчика, каждого вида. Поэтому вот как только дождусь, чтобы был материал, который можно снять на черенок. Но я думаю, что, скорее всего, как раз к декабрю это все и сделается. И начну массово зачеренковывать все сорта своих вегетативных растений. И готовить тем самым хороший маточный материал для уже массового размножения на весенний период. Так, что я вам еще тут показывала и не показывала. Вот сюда перенесла розу. Гибискус, по-моему, комнатный он называется. Потому что он стоял у меня в спальне. Я все время про него забывала его поливать. И все время был листопад. Ну а также он у меня обработан от паутиного клеща. На нем, когда я его забрала от хозяйки, которая мне его отдала, он был весь в паутином клеще. Сейчас, конечно же, за этим слежу. Не дай бог, что-то где-то тут появится. Этого мне очень не хочется, конечно же. Так, ну вот, в принципе, и все. Про планы вам сказала. В принципе, можно даже пошуршать пакетиками семенными. И, возможно, наверное, что-то уже и посеять. Кто-то уже начал сеять бегонии, эустомы, пиларгонии. Как раз, по-моему, вот эустомы у меня нет. А вот бегонии и пиларгонии у меня есть. Поэтому надо, надо, надо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, посеяли ли вы какие-то уже цветочки, чтобы подать мне идею. Я как-то вот все, знаете, наверное, отдыхаю еще. Мне что-то как-то вот не очень-то и хочется. А хочется, чтобы было желание. Поэтому отдыхаю. То есть, вот у меня пока сейчас уход, это выхаживание этих малышек. Все силы на него. А если же, знаете, начну отвлекаться на посев, и что-то будет, я боюсь, что будет страдать. Сейчас вот у меня этот здесь стеллаж. Ему я именно уделяю время. И меня это устраивает. Посев у меня будет уже в другой рассадной комнате. Как раз я в следующих видео пока не буду вам раскрывать все тайны. В рассадной комнате у меня там кое-что готовится. Вот, поэтому как только это сделается, и можно будет, да, приступать к посеву семян. Цветочков, которые долго развиваются. Поэтому их нужно высаживать именно, ну вот, например, в ноябрь, декабрь, январь. Ну что же, на этом я буду заканчивать свое видео. Огромное вам спасибо за внимание. Так, конечно же, напоминаю про соцсети. Телеграм-канал, Рутуб, Дзен, ВК-сообщество. Именно туда я дублирую видео, если мало ли вас не устраивает, как работает Ютуб. Но все же вроде бы говорят, что, скорее всего, скоро все там начнет работать, как раньше, дай-то бог. Ну, в общем-то, все ссылочки на остальные соцсети у меня находятся в описании под видео. Всем нам желаю, конечно же, крепкого здоровья. Ну и самое главное-то пусть будет мирное небо над головой у всех, каждого из нас. Всего доброго, до новых встреч и до новых видео. Так, что-то тут у меня новенькое распустилось. Всем пока-пока!